В октябре прогнозируется подъем заболеваемости. Начало осени, то есть сентябрь, был спокоен по заболеваемости ОРВИ. Во многом этому способствовала теплая погода. За сентябрь 4392 случая заболевания. Из них дети до 7 лет 2523 случая. 50% практически получается. Традиционно с приходом холодов люди начинают болеть чаще, поэтому специалисты предупреждают. Лучше заблаговременно позаботиться о здоровье и подготовить свой организм, чем потом долго лечиться. Готовить уже надо, потому что наступает сезон, сезон простудных заболеваний. Поэтому прежде всего, учитывая нашу холодную погоду, адекватно одевайтесь, берегите себя, берегите своих детей. Если у вас высокая температура, если у вас выражены катаральные явления, пожалуйста, приходить в поликлинику не надо, надо вызывать врача. Пока в поликлиниках нет большого наплыва у пациентов. Многие горожане уже готовы к наступлению сезона респираторно-вирусных заболеваний и хорошо знают, как предостеречь себя и близких от ОРВИ. Во-первых, надо все-таки двигаться, не сидеть у телевизоров. Это раз. Я гуляю с внуками, гуляю с собаками. Потом нужно, допустим, даже народная медицина. Самое простенькое – заваривать шиповник. Позитивный настрой обязательно, да. Даже если вы заболели, обязательно нужно брать себя в руки и бороться с болезнью. Хоть о гриппе говорить пока рано, подготовка к его прогнозируемому приходу, а это февраль-март уже начата. Самым действенным методом предотвращения заболеваний, по мнению медиков, была и остается прививка. В Димитровграде продолжается детская вакцинация. Прививки от гриппа поставлены уже 17% дошколят и школьников. Также в город поступила партия вакцины для беременных женщин. Татьяна Ильисеева, Анжелика Боровинок. Наше время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова